Так в поселке Бельмесёво перекрыли дорогу жителям нескольких улиц. Сейчас вот, ну сами видите, как здесь не пройти уже. Причем вчера этих двух куч еще не было. Жителям приходится проделывать значительный путь, чтобы добраться до центра поселка. Мы объезжаем по Солнечной, то есть она длинная, туда идет в конец практически поселка и потом только по главной дороге выезжаем уже за пределы поселка. По словам жителей, ответственные за перекрытие предприятие Апарель, руководитель которого считает дорогу своей. Апарель, они здесь, ну, в качестве, наверное, управляющего, может быть, именно поселка, который бывший Радужный был. Сейчас-то все объединено, поселок Бельмесёво. Пришел, сказал, вы здесь ездить не будете и все. Я так решил. Платите деньги. Я говорю, сколько денег? Ну, 150 тысяч дорога, 156, по-моему, говорил, 200 тысяч за воду. Он нам стал оставлять палки в колеса в виде там или блоков, или вот последний раз куча. Навалил кучу, то есть у нас, чтобы мы не ездили. Жильцы подчеркивают, на цыпку дороги до основной, которая, по мнению Апарели, принадлежит предприятию, люди потратили порядка 100 тысяч, а теперь не могут по ней даже пройти. Дети ходят, дети из деревни, из Бельмесёва ходят в школу, потому что там до школы действительно очень близко, вот именно по нашей улице. Вот там элементарно просто невозможно пройти человеку. То есть там такие кучи навалены трехметровые, это сделано специально, даже для того, чтобы на машине нельзя было, как бы, объезд какой-то сделать. То есть, ну, я, если честно, в шоке. То есть, от всей этой ситуации у нас такие вот тут дорожные войны. Я говорю, ну, дорога-то общего пользования. На всех кадастровых, публичных картах она числится общего пользования. Я говорю, ты почему решил, что она твоя? Ну, я сказал, будет так и всё. В администрации центрального района сказали, что дорога эта весенняя, она на самом деле проездная, и никто не имеет права её перекрывать. И всё, что сейчас сделали, это самоправство. Здесь акцент на Парель, председатель Воробьёв. А второй-то акцент, нас же перекопали с двух сторон. То есть и здесь заезд, и здесь. Вообще блокировка, не могли выехать. Здесь уже мы вручную закопали, как могли, чтобы легковая хоть прошла. Несмотря на то, что людям надо строиться, это сроки тоже. С соседями, говорят люди, не нашли контакт. По их словам, они раскопали дорогу, объяснив это тем, что заменили ливнёвку трубой правильного диаметра. Но обратно закопать не потрудились. Ситуацию. Тоже ответ. Почему перекопаны эти трубы? Потому что они взяли вот эту дорогу свою, самовольно, расширили до ширины 7 метров. И туда пошли кармазы гружённые. Вот эта дорога, она является как бы дамбой для тока снеговых ворн. Поэтому тяжёлая техника там ходить не может. Это не мы установили, это правительство установило. Траншеи вдоль дороги, каналы для стока вод, пояснил Николай. Поэтому совершить поворот на узкой улице тоже сложно. Вырыли траншею, сколько зимой туда попроваливались в том году. Зимой при мне было. Пожарка, когда был у этих, вот третий дом. Пожарка ехала отсюда, залетела в эту канаву. Ну и вы представляете, здесь вот сушняк, сколько домов нету жилых. Если тут пожар, тут полыхать будет всё поле. По словам собственников, они боятся за свои жизни и готовы сделать дорогу за свой счёт. Ведь в случае чрезвычайных ситуаций спецслужбы не смогут к ним проехать. А ни пожарка, ни скорая не проедет. Вот не дай бог, что я говорю. То есть это вот, наверное, пока какая-то трагедия не случится, вопрос этот не решится. Либо какой-то самосуд уже вынесут этому Воробьёву, потому что люди уже наколены. Ровно год назад к нам уже обращались другие жители Бельмесёва с жалобами на предприятие Апарель. Они вынуждены были больше месяца жить без воды. Тогда общаться руководитель частной организации Апарель с нами отказался. Мы направили официальный запрос, который был проигнорирован. В этот раз удалось пообщаться с ним по телефону. Мы отправили официальный запрос и обязательно еще вернемся к этой теме. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.